Паспорт за час По регламенту оформление паспорта производится до 10 дней. То есть мы сократили этот срок на площадках МФЦ до 1 часа. Ну а реально получается, если брать Вологодский район, около 40 минут вся эта услуга по ожиданию занимает. В чем кардинальное отличие от других регионов? В других регионах это крупные города, мегаполисы, Москва, Крым, Севастополь. То есть там действительно для горожан это все сделано в первую очередь. Мы же здесь пошли несколько иным путем первоначально. Мы в перспективе планируем подключить все МФЦ к этой работе, наши структурные подразделения МФЦ. Но мы пошли именно с учетом сельского населения. Именно тех проблем, с которыми сталкиваются люди, проживающие в сельских районах. Мы прекрасно понимаем, даже до не то что областного, а районного центра достаточно большое территориальное измерение. То есть и по 100, и по 50 километров. Человеку нужно два раза съездить. Сначала сдать документ, потом получить документ. Поэтому здесь мы в первую очередь посмотрели на МФЦ районный. И вот первый у нас с 3 октября 2014 года в пилотном варианте реализовывался проект. Именно отрабатывались сети, выявлялись проблемы. Смотрелось на организацию работы. То есть это был Вологодский район. А сейчас мы уже запустили данный проект, в том числе Вологодский район, в разрезе пяти многофункциональных центров Вологодской области. И в дальнейшем еще два присоединяются. Вот буквально неделя-две. Поэтому сейчас на данный момент принято с начала реализации данного проекта более 250 заявлений уже в формате паспорт за час. Ну и вот буквально сегодня общались с тем человеком, который оформлял данный документ. Сказал, время у меня в ожидании порядка 40 минут. И действительно вот мы, как сельские жители, очень приветствуем эту работу, потому что действительно это удобно. То, что сейчас происходит, да, в том числе и действительно какая-то оптимизация, эффективность работы подразделений, они определяются. В том числе и структурных подразделений на местах. Вот мне бы хотелось отметить, что Федеральная миграционная служба к этому этапу демилитаризации, да, снятия погон, соответственно, оптимизации приступила гораздо ранее до вот этих всех событий. То есть 2-3 года назад ежегодно по 20% у нас территориальный орган происходит, соответственно, демилитаризация. То есть снятие погон, соответственно, сокращение должностей. Поэтому мы уже идем к этому. У нас поэтапно, до 2018 года, это должна быть служба, это реорганизовано. Поэтому в этой связи тех каких-то проблем и, соответственно, каких-то поводов к волнению со стороны сотрудников, со стороны вообще населения, что Федеральная миграционная служба вдруг не будет и некому будет оказывать соответствующие услуги, этого нет. Поэтому мы действительно идем поэтапно. И это уже не сегодня произошло и даже не вчера, а, наверное, все-таки позавчера или там еще даже неделя, месяц назад. Ну так я условно утрирую, говорю. Поэтому здесь, в этой части, то есть мы достаточно давно уже посмотрели на эффективность работы Федеральной миграционной службы. Я надеюсь, что все-таки и многие из вас это оценили, потому что в любом случае времени на раскачку нет. Те события, которые происходят сейчас в стране и мире, да, тоже миграционный контроль. Та же работа с трудовыми мигрантами, та же работа даже вот с гражданами Украины, которые пребывали. Они, в общем-то, доказали эффективность нашей службы, потому что действительно мы вот таким маленьким составом стараемся все-таки те полномочия, которые, соответственно, у нас возложены в достаточной мере правильно, качественно исполнять. Если говорить о трудовых мигрантов, то за 2014 год нами оформлено было официальные документы, это разрешение на работу, патенты более 9,5 тысяч соответствующих документов. Это те люди, которые могли осуществлять трудовые деятельности на территории Вологодской области Российской Федерации законно. Что касается новых системных подходов, а вот 2015 год ознаменовался именно этим, мы перешли на унифицированную систему выдачи патентов, то здесь, конечно, несколько поменяется структура. И в части касаемо, наверное, правильно, мы много раз обсуждали, как и каким образом можно регулировать внешнюю трудовую миграцию, потоки мигрантов, трудовых мигрантов, я уточняю, которые пребывают в тот или иной регион на территории Российской Федерации. Безусловно, вы, в принципе, мне сразу же ответите на данный вопрос, что это административные меры, это выдворение, это закрытие въезда, это колоссальные штрафы на работодателя, на мигранта. Но есть еще другой механизм, который позволяет данный элемент, как бы так назовем, мягкая сила, который может регулировать данные потоки. Это экономический рычаг, да, мы прекрасно понимаем. И здесь вот в полной мере он будет с 2015 года реализован. На территории Вологодской области, соответственно, установлен коэффициент на федеральную ставку единого патента 2,32, и сумма патента составляет 3640 рублей. Безусловно, это влияет и на те вещи, вернее, на количество привлекаемых сюда мигрантов работодателям. Понятно, что на территории Вологодской области иностранные граждане не едут в поисках удачи. Они едут уже конкретно на какую-то рабочую специальность, где действительно она не востребована нашими гражданами. Поэтому в этой связи многие работодатели задумались. Вот я как бы общался со многими и, в общем-то, с полной уверенностью говорю о том, что задумались на самом деле, стоит ли это того. Либо, соответственно, нужно посмотреть на свой национальный рынок. И, наверное, это правильный стимул к, в общем-то, вот этому резерву внутренней трудовой силы. То есть, безусловно, конечно, цена достаточно высокая, это по Северо-Западу самая максимальная планка. Но при этом, соответственно, как уже отмечал Олег Александрович Кувшинников о том, что действительно у нас количество вакансий и количество, соответственно, людей безработных, они непропорционально, вот та ситуация растет по количеству тех людей, которым требуется работа. Поэтому, наверное, все-таки здесь правильным шагом было именно поднятие стоимости патента, чтобы вот эти вот вещи все сбалансировать. Вопрос не зарабатывания прибыли, отнюдь, чтобы никто правильно, неправильно это все не понял. Именно балансировка вот этих вот моментов. Не надо одним административным рычагом, уголовным административным кодексом загонять всех в одни рамки. Здесь же можно экономическим рычагом вполне способно регулировать эти процессы. И вот здесь, на территории Вологодской области, это именно так. Я хотел бы выразить, признаться за то, что поддерживали наши проекты, это школы мигрантов, да. Я не устаю об этом повторять. На самом деле, немногие как бы в 2012 году, когда еще это, в общем-то, было в зачатке, да, отнеслись к нашей инициативе в Федеральной иммиграционной службе с каким-то пониманием, да, зачем учить кого-то русскому языку. А сейчас это с 2015 года обязательная норма. И у нас площадки все созданы. У нас уже инфраструктура создана. И поэтому, что говорить, вот, допустим, вот сейчас, на данный момент, сколько? Ну вот, буквально прошло две недели, 360 человек сдали на русский язык. В Вологодскую область, опять же, едут и понимают, что придется учиться, либо сдавать. Соответственно, на удачу там, как-то так, где-то с кем-то договориться, такого нет. Только учиться, только сдавать. Более 360 только на разрешение на работу и более сотни на РОВП и на виду на жительство. То есть вот за две, буквально за три недели порядка там почти 500 человек у нас прошли тестирование по русскому языку. И эта работа просто была начата в 2012 году, пока на уровне общественных организаций, институтов наших ведущих. Сейчас она уже определена законом и в этой связи, конечно, прекрасно понимаем, что шаг был правильный. При поддержке, безусловно, правительства области, конечно, колоссальная поддержка была оказана, потому что многие действительно сомневались в том, нужно ли это вообще в принципе. Если обсуждать вот именно уголовную проблематику, то я бы хотел здесь несколько дифференцировать этот подход, да, и посмотреть на тех лиц, которые, соответственно, это совершают. Тут многие попадают в эту категорию, но это не иностранные граждане, а лица без гражданства, то есть в которых гражданство не определено, да, там 10-15 процентов. Но они попадают именно в эту категорию, и мы их, в общем-то, говорим о преступности иностранных граждан. Что касается самих иностранных граждан, много преступлений, связанные вообще с организацией работы, с незнанием, да, вот те же самые поддельные миграционные карты, вот именно тоже процент 10-15 процентов. Что касается вообще структуры преступности и снижения, я бы хотел отметить здесь основные два момента. Это минус 40, вот эти 14,8 процентов, общее снижение, да, составляющие преступными мигрантами, но в ней категории минус 40 процентов – это тяжкий, и 38 процентов минус – это средняя тяжесть. То есть основной упор был сделан именно на это, и это вот действительно показательные вещи, о которых вот мы говорим. Поэтому здесь я думаю, что в любом случае, наверное, отвечая на вас вопрос, можно сказать, что даже одно преступление, совершенное иностранным гражданином, будет иметь определенный резонанс. Мы прекрасно это понимаем, да, вот наряду вот с такого же ряда линейкой преступлений. У преступности вообще, как принято говорить, и, наверное, это правильно, что нет национальности, да, но в целом даже одно преступление, оно будет иметь колоссальный резонанс. И вот в этой ситуации все-таки те лица, которые прибывают к нам на территории Российской Федерации, Вологодской области, вот сюда конкретно, они действительно должны понимать и осознавать роль вообще, соответственно, в том числе и правоохранительного блока, и федеральной миграционной службы. Действительно, здесь вот, если приехал работать, работай. Если приехал работать, значит, работай законно. Если приехал, соответственно, кому-то в гости, либо частный визит, да, у тебя есть определенный срок, ты можешь посетить, посмотреть и спокойно вернуться на территорию гражданской принадлежности. Поэтому, наверное, первоочередные задачи мы все-таки ставим именно к тому, чтобы тот поток иностранных граждан, который пребывал на территории Вологодской области, действительно был структурирован и действительно был полностью в этой связи не то чтобы под контролем, но как бы регулирован именно вот этими административными, экономическими и другими рычагами.